В Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Гражданам в это время категорически запрещено посещать лесные массивы. Вместе с тем, пожарные продолжают борьбу с огненной стихией. Накануне им на помощь прибыли специалисты парашютно-десантной службы Рослесхоза. О ситуации с лесными пожарами ознакомился Виталий Абрамов. По последним данным, на территории республики бушуют 24 пожара. За сутки огнеборцам удалось локализовать 10 пожаров и еще 11 ликвидировать полностью. Всего в настоящий момент тайга горит на площади порядка 4000 гектар. На борьбу со стихией задействовано свыше 700 человек, в том числе более 300 мобилизованных из числа местного населения. Да, сейчас мобилизовав самого Вилюйска и сел Сен-Яке и Садыбыл, отправили людей в местность Сымалыр, где горит 125 гектар леса. И дальше хочу призвать население, чтобы помогли при тушении пожаров. Наиболее трудная ситуация сохраняется на территории Намского, Горного, Кобяйского и Вилюйской группы районов. Прибывший Фетрезерв уже работает в Горном и в Намском улусах, а также в Якутске. Накануне, чтобы избежать потенциальной угрозы села Батамай у Устья Алдана, работал вертолет с водослемным устройством. Будем крупные очаги прибивать, и дальше земли будут уже, люди подойдут поближе и смогут мелкие очаги дотушить. В настоящий момент борьба с этим пожаром продолжается. Угрозы населенным пунктам нет. Сегодня проведено заседание КЧС Республики Саха-Якутия под руководством первого заместителя председателя правительства, кладезнику Алексея Засимовича, где были также рассмотрены вопросы и поставлены дополнительные задачи главы муниципальных образований по принятию дополнительных мер по противопожарному обустройству населенных пунктов. Прибывший на территорию Якутии циклон должен немного помочь огнеборцам. По центральной части республики осадки будут идти в течение двух дней. Виталий Абрамов и Анна Васильева, Новокосаха, Билюйский, Кобейский, Улусы, Якутск.